Некоторые братья-мусульмане выбирают сидеть сложа руки и не зарабатывать денег. И по этой причине они заявляют, что это нормально, если он разделит затраты женой 50 на 50. Понимаете, они отказываются быть добытчиками. И сейчас они практически сваливают эту обязанность также и на женщин. Иногда они доходят до того, что они вообще перестают обеспечивать семью и становятся зависимыми от женщин, а жена платит за все. Почему так много мусульман среди мужчин сегодня не являются финансово-предприимчивыми? Я думаю, что им некомфортно. И они больше сосредоточены на ахирате, и в этом нет ничего плохого. Нам определенно нужно больше изучать религию и все такое. Но когда вы все время концентрируетесь на ахирате, вы забываете о дуньи, а между ними должен быть всегда баланс. Если вы женитесь, и у вас появляется жена... Я, очевидно, смотрю в камеру на людей и в их души. Но я должен смотреть на вас, когда я с вами разговариваю. Так, значит, если вы мужчина, который женился, тогда, возможно, одна из причин, по которой вы можете попасть в рай, это ваша жена. Сто процентов. Или ваши дети. И наоборот. Да. И что касается мужчин, как сказал Рами, деньги не делают тебя мужчиной, но мужчина должен делать деньги. Если ваша работа как мужчины заключается в том, чтобы быть кормильцем, то как вы собираетесь им стать без денег? Если ваша женщина, ваша жена – это возможность попасть в рай, пока вы заботитесь о ней и соблюдаете ее права, то как вы этого добьетесь, не зарабатывая денег? Как вы собираетесь ее кормить, если вы не работаете? Как вы собираетесь кормить себя и своих детей? Как вы собираетесь заботиться о своей семье? Как вы собираетесь крепко стоять на ногах в этом мире, если у вас нет денег? Возможно, я невежественный и не должен так говорить. Да, да, сто процентов. Не, не, не то чтобы сто процентов, что ты невежда, а наоборот, сто процентов, что ты прав, вышесказанным. Сто процентов ты джаил. Сто процентов ты прав, вышесказанным. Я хочу немного вмешаться и кое-что разъяснить. Я не могу говорить за вас, парни, но я думаю, что вы со мной согласитесь, иншаллах. Я не говорю о тех людях, которые не являются супербогатыми. Я сам не супербогатый, и я не говорю здесь о бедных людях. Но я говорю о тех, которые ничего не предпринимают, которые не хотят усердно работать. О тех, которые, может быть, выросли в очень комфортабельных условиях и не расширяют свои возможности, чтобы заработать больше денег. Вот что я имею в виду. Да, я понимаю, я тоже пытаюсь это донести. Опять же, как я и сказал, может быть, я невежда, может быть, я неправильно изъясняюсь. Но есть такие мужчины среди мусульман, которые сами выбирают не прилагать усилий и не зарабатывать денег. И по этой причине они говорят, что это нормально для меня, и мои жены разделят затраты поровну. Понимаете, они как будто отказываются быть добытчиками и практически провозглашают также женщину к кормильцам семьи. И они доходят до той точки, когда они вообще ничем не обеспечивают семью. И начинают зависеть от жены, а жена платит за все их расходы. Мы не против того, чтобы женщины работали. С некоторыми оговорками есть, чтобы женщины имели собственные деньги, потому что утверждать обратное противоречило бы исламу. Но мы хотим сказать, что большинство женщин любят чувствовать себя защищенными. Надежность невероятно важна для женщин. И дело тут не в деньгах, как таковых, но все же они тоже являются символом защищенности. Доверие, надежности, которых сейчас женщинам не хватает. Вся эта революция среди женщин, которые хотят быть независимыми, произошла по той причине, что они не могли доверять мужчинам. По какой-либо причине. Может, он не смог обеспечить или не смог защитить. И они решили, что им надо подстраховаться. Им надо расправить крылья вне дома, чтобы чувствовать себя более защищенной. Им кажется, что надо взять все в свои руки, в то время как Аллах сделал мужчину ответственным за семью. Аузубилля. Как вы думаете, парни, которые, скажем, 14-15 лет, конечно, надо разговаривать и с теми, кто постарше, но я бы хотел сначала обратиться к детям этого возраста, потому что я хочу повлиять на них, так как во время моего взросления у меня этого не было, в плане таких подкастов и Ютуба, конечно же. Тогда мы смотрели тупые передачи по телевизору, типа Спанч Бобби и все такое. Но сейчас 13-летние и 14-летние дети смотрят нас, и как вы, парни, думаете, что они должны делать, будучи еще детьми на попечении у родителей? Какие привычки должны выработать? Я бы сказал, прежде всего, все, а также бизнес-деятельность, начинается не с деловой практики и бизнес-подготовки и так далее, а начинается с ислама. Все абсолютно начинается с ислама, даже понимание бизнеса должно быть с исламской точки зрения. Их ведение бизнеса, халяль, харам. Уладьте эти вопросы, наладьте отношения с Аллахом в первую очередь, потому что только после этого вы можете утверждать, что вы имеете благие намерения и идете по прямому пути. И, иншаллах, Аллах направит вас на достижение успеха. Так что изучайте бизнес с исламской точки зрения, изучайте контекст предпринимательства. Аллах очень красиво говорит в Суре «Пятница», что когда звучит азан для пятничной молитвы, нужно идти и, собственно, помолиться. Я говорю сейчас своими словами, то есть Он говорит пойти и помолиться, и когда молитва будет завершена, выходите и ищите милости Аллаха. Вообще-то, дайте мне себя исправить. Аллах, Свят Он Велик, говорит, именно оставьте торговлю и идите помолитесь. Так? То есть остановите свой бизнес, торговлю, идите помолитесь. И когда молитва будет завершена, возвращайтесь и ищите милости Аллаха. Так что у нас должен быть такой контекст, то есть мы занимаемся бизнесом до тех пор, пока не наступило время молитвы. Далее мы исполняем свои обязанности, делаем то, что от нас требуется ради Аллаха. То же самое и в семье. Надо выполнить свои обязанности по отношению к членам семьи, к себе и к Аллаху, и потом идти искать милость Аллаха, Свят Он и Велик. Я передаю вам слово, парни, чтобы побольше поговорить об этом. Послушай, то, что ты сказал, напомнило мне то время, когда я отправился на Омру в Саудуск-Аравию, и также в Объединенные Арабские Эмираты. Там все по-другому. Клянусь Аллахом, не причиняет боль получать сообщение в директ от братьев и сестер, которые пишут, что у них есть предложение по работе, и это хорошо оплачиваемая работа. Они хотят на нее согласиться, иншал Аллах, но из-за этой работы они не смогут выполнять предвечернюю молитву или обеденный намаз. Или они смогут совершать все, кроме вечерней молитвы. Они спрашивают, как нам поступить? Это напоминает мне пребывание в Саудии. И субханаллах. Брат, когда наступает время молитвы, все магазины, рестораны и все остальные закрывают вход. Все как будто ставится на паузу. Как только прозвучал азан, все магазины закрываются. Как ты сказал, торговля прекращается. И владельцы этих магазинов идут в мечеть. Уборщики улиц идут в мечеть. Работники закусочных идут в мечеть и молятся. Ничего не работает. Бизнес не возобновляется, пока не пройдут 30 минут после того, как прозвучал азан. Так как этого времени хватает не только для того, чтобы помолиться, но и добраться до мечети тем, кто находится далеко. А потом возвращаются и продолжают работу, как будто ничего не случилось. Потому что все вертится не вокруг работы, а вокруг молитвы и поминания Аллаха. Это один момент, который я хотел добавить к сказанному о практическом совете. Поговорим далее. Каждый мусульманин желает совершить благие дела и помочь своим нуждающимся братьям и сестрам, но не имеет возможности. Что же делать? Мы, компания Голда Муслимы и паломники, открываем для вас невероятную возможность для этого. По воле Аллаха мы планируем построить 10 колодцев, мечеть с мадресе, положить 100 Коранов в мечеть пророка Мухаммада, мир ему и благословение, также подготовиться к наступлению священного месяца Ромадан. Чтобы принять участие в сборе, вам не нужно скидывать много денег. Даже 2 рубля, вложенных вами в это великое дело, будут возвращены вам огромной наградой от наищедрейшего Аллаха.